Итак, записали тему, да? Так, домашнее задание, я вас загружать не буду, то есть вы повторите все темы, повторить пройденный материал. Это будет домашним заданием, то есть вы готовитесь к контрольной работе. Итак, давайте с вами рассмотрим, что вы должны были дома посмотреть, какие правила посмотреть должны были. Слитно или раздельно, да? Мы пишем слитное и, вернее, изучаем слитное и раздельное написание наречий. Итак, посмотрите внимательно на эту таблицу. Когда же пишется наречие слитно? В составе наречия есть неупотребляющие в современном русском языке существительные, которые в данном случае пишутся слитно. Вдоволь, в дребезги, в просаг, наискость, наспех, из-под лобья, из-под тяжка, дотла. То есть это слова, которые образовались из устаревших слов, да? К существительному входящему в состав наречию нельзя добавить определение или поставить вопрос. Обратите внимание на примеры. Вброд, на выпуск, наоборот, на голову, сбоку, сразу и так далее. Также наречие включает в свой состав существительные. Эти примеры мы еще вчера приводили, да? Вверх, вниз, перед, зад, ввысь, даль, глубь, ширь, начало, конец, кверху, внизу, назад, вдаль, навек и так далее. Ребята, по одному, по два примера запишите из каждого примера. Когда же пишется наречие слипно? По одному, по два примера напишите. Да, да, Нурсултан, можно. Ребята, это после урока. Раздельно пишутся существительные в составе наречного сочетания. Сохранила некоторые падежные формы, например, на цыпочках, на цыпочке, подмышкой, подмышку, за границей, за границу и так далее. Здесь есть, конечно же, исключение, слово наизнанку, исключение наизнанку. Но при этом вы, обратите внимание, с изнанки, если там есть предлог, поодиночке и будет в одиночку. Между существительными и предлогом можно вставить пояснительное слово. Например, на полном ходу, на один миг. То есть, когда они пишутся раздельно, если можно поставить предлог, да? Существительное с предлогом имеет, например, пояснительное слово. Например, вдаль моря, к верху горы. Запишите обязательно примеры, потому что вы можете потом спутать. По одному, по два примера достаточно. Еще раз повторяю, между существительным и предлогом можно вставить пояснительное слово. Например, на ходу, на полном ходу, на миг, на один миг. И в этом случае пишется раздельно. Итак, ребята, записали примеры? Много писать не нужно. Один-два примера достаточно. По одному, по два примера. Так, хорошо. Дальше. Наречие с приставками в, на, за, оканчивающиеся на ую. Например, вплотную. То есть, это мы рассматриваем, когда пишется слитно. Вплотную, на удалую, зачастую и так далее. Здесь, в данном случае, есть слова-исключения в открытую, на, по пятную, на боковую. Эти слова-исключения вам нужно будет запомнить. Это наречия, еще раз повторяюсь, с приставками в, на, за, оканчивающиеся на ую. Далее. Наречия, образованные при помощи приставки пол и предлога в. Например, в пол силы, в пол оборота, в пол накала и так далее. То есть, когда же пишется слитно. Еще раз повторяю. Наречия, образованные при помощи приставки пол и предлога в. В пол силы, в пол оборота, в пол накала. А также наречия, образованные с помощью приставок в, на, от, собирательных, числительных. Например, вдвое, втрое, вчетверо, надвое. Итак, записываем, ребята, по одному, по два примера. Это мы сейчас в данном случае привели примеры, когда же наречия пишутся слитно. Наречия с приставками пишутся слитно. А теперь, ребята, обратите внимание, когда же пишется раздельно. Пишется раздельно наречия, образованные от существительных. Да, это последний урок русского языка. В этой четверти. Наречия, образованные от существительных на ах, ях и предлога в, на. Например, в сердцах, на часах и так далее. Слова, здесь также есть слова-исключения. Например, в потьмах, попыхах, торопях. То есть они в данном случае слова-исключения пишутся вместе. Тогда как наречия, образованные от существительных на ах, ях пишут с предлога и предлогов в, на, пишутся раздельно. А есть слова-исключения, когда они пишутся вместе. Слова-исключения вам нужно просто запомнить, выучить наизусть. Так, далее, следующее. Наречия, образованные от существительных с помощью предлогов без, до, под, с. Например, без оглядки, до зарезу, с разбегу, под шумок. Под шумок. То есть они тоже пишутся раздельно. Здесь также есть, с этими приставками, есть слова-исключения, которые нужно писать вместе. До верху, до низу, с дуру, с плеча, с роду, под час, подряд. Ребята, после уроков, как обычно, я потом скину эти слайды. Обязательно выпишите. Желательно выписать вот эти слова-исключения в тетрадь, потому что при написании вы, конечно же, лучше запомните. Так, следующее. Наречия, образованные сочетанием предлога по собирательными числительными. По двое, по трое, по четверо. Так, запомнили, ребята? Вернее, успели записать по одному, по два примера хотя бы? Так, Камиль, не балуемся. Так, следующее. Ну, что касается из истории языка. Как раз я об этом говорила, что некоторые наречия образованы из старых слов, да, устаревших слов. Из истории языка некоторые наречия образованы от слов, давно не использующихся в языке. Эти слова, ребята, можете не писать, а просто запомните. Например, слово из-под тишка. Тишок, что обозначает? Тишина, спокойствие. Слово в просак, например, попасть в просак, да, это в данном случае раньше использовалось как предельный станок. Быть на чеку, то есть чек, это стража, обозначало стража. Сжечь до тла. Тло раньше обозначало слово почва, да, пол или основание. Нарочно, нарок, то есть намерение или цель. Открыть на стеж. Стеж в данном случае крюк или столб обозначало. На смарку. Смарка – это счистка написанного на доске. На ружу. Ружа – это обозначало раньше внешность или вид. На кануне. Канун – это церковная служба перед праздником. На бекрень. Бекрень в данном случае – это бок, да, обозначало бок. На взничь обозначало ничь, это значит низ. И слово наобум – это зря или там, например, на удачу, да, обозначало. Вот такие вот значения были, то есть каким образом образовались такие наречия. Наречия со слитным написанием – вдаль, вглубь, в конец – следует отличать от существительных с предлогами, которые пишутся раздельно. Наречия не имеют пояснительных слов, на это попрошу обратить особое внимание. Например, капитан смотрел вдаль. И существительные с предлогом обычно имеют пояснительные слова. Пояснительные слова. Например, кроме того, между предлогом и существительным можно вставить определение. Например, капитан смотрел вдаль моря. Или, например, написать пояснительное слово «синюю даль». То есть каким образом мы можем отличить наречие от существительного. Так, следующее. При глаголах слушаться, всматриваться, взглядываться может употребляться только существительное. Нет, это не пишите, это просто слушайте внимательно и запоминайте. То, что я говорю, сейчас сможете не писать. Может употребляться только существительное с предлогом, например, «вдаль». Наречие «вдаль» в таком случае не может быть, так как глаголы требуют после себя объекта по отношению к которому совершается действие. Например, обратите внимание, женщина вскочила и стала всматриваться вдаль с видом беспокойства. Отойди в сторону, дай мне вглядываться вдаль, простор, глубину. В данном случае здесь есть пояснение, да? Следующее. Наречие «на завтра», «на утро», «по утру» следует отличать от сочетаний существительных с предлогами. Например, «на завтра», «на утро», «по утру». В данном случае здесь на что нужно обратить внимание? Конечно же, на вопрос, да? Наречие отвечает на вопрос «когда». Их можно, соответственно, наречиями, заменить, соответственно, наречиями, например, «завтра», «утром». И сравните, пожалуйста. «На завтра больной почувствовал себя лучше». «Когда», да? В данном случае мы задаем вопрос «когда». «На утро» или «по утру мы отправились в путь». Так, ребята, понятно? Вы дома просматривали, да, эту тему? Так, не вижу ваших ответов. Так, далее. Существительные с предлогами отвечают на вопрос «какое?». Так, «какое время?» «На завтра», «на утро» и «почему?». То есть «по утру». «Все дела мы отложили на завтра». Так, хорошо, Актан, если ты записал это правило. Хорошо, молодец. «Все дела мы отложили на завтра, на утро». «На какое время?» То есть здесь мы указываем время, да. «По утру нельзя судить о погоде на весь день». Почему? По какому признаку? То есть, опять-таки, хочу сказать, что мы здесь различаем, каким образом мы должны правильно задать вопрос, да. И мы знаем, на какие вопросы отвечает наречие, на какие вопросы отвечает существительное в разных падежах. Наречие далее. Наречие «от того», «по тому», «по этому» пишется слипно, в отличие от созвучных им сочетаний предлогов с местоимениями. Например, очень часто также вы путаете, да. Обычно наречие можно заменить только наречием. Например, «затем» можно приравнить к слову «потом». Мы отправились на прогулку. «Стемнело потому», то есть «по этому». Умолкли птицы. Местоимение можно опустить. «Затем» поворотом находится наша дача. За поворотом, да, можно сказать. «По тому берегу ездят машины», то есть «по берегу ездят машины». Вот этим мы можем отличить, что местоимение можно пропустить, да. Так, понятно, ребята? Следующее. Итак, давайте с вами повторим. Давным-давно, бок о бок, мало по малу. Так, это не пишите, просто говорите. Бок о бок, правильно, но султан пишет. Мало по малу. Так, дальше. До смерти, на лету, на ходу, с разбегу, на миг, в миг, до смерти, так, на скаку, так, на лету пишите, на глазок, в миг, под силу, точь-в-точь, так, на ходу. Так, ребята, не все ваши ответы успевают читать на глазах. Где там у нас? Не на глазах, а на глазок здесь. Так, теперь давайте с вами попробуем проверить. Так, внимательно обратите внимание, вы, если вы уже... Так, давайте проверим с вами. Так. Так ли вы написали, вернее, должны были написать так, по крайней мере. Давным-давно пишется через дефис, бок о бок, это исключение, пишем отдельно. Мало по малу, до смерти, на лету, с налету, на ходу, с разбегу, пишем раздельное, потому что это предлог. На миг, в миг, на скаку, на глазок, под силу, точь-в-точь. Итак, все ли вы так написали? Вернее, так должны были написать. Правильно ли вы написали? Так, сколько неправильных ответов у вас получилось? Три. Так, три неправильных ответа, да? Так, ну тогда запомните, ребята, у Маликова и Мира два неправильных ответа. Так, хорошо. Итак, ребята, тогда запомните это. Еще раз словарные слова запишите в тетрадь. Я имею в виду после урока, я вам потом слайды вышлю, перепишите в тетрадь. И запомните, чтобы вы потом не путали. Далее, следующее задание. Итак, что мы должны были еще сегодня повторить? После шипящих на конце наречий пишется мягкий знак. Кроме слов, исключение. Это тоже вы дома, это правило дома читали и заучивали. Кроме слов, исключение. Уж, замуж и слово не втерпешь. Спасибо, Нурсултан. Хорошо, мы успеем. Так, обратите внимание, еще раз повторяю. Значит, после шипящих на конце наречий пишется мягкий знак. Кроме слов, исключение. Это слово уж, замуж и слово не втерпешь. Например, вскачь, замуж, сплошь. Так, обратите внимание, ребята, на упражнение 120. Можете не писать, но просто устно попробуем выполнить, да? Устно. Да, 263 упражнение. Откройте. Он у вас на странице 122. Так, мчаться вскачь. Мягкий знак пишем или не пишем? Пишем. Открывается настиж. Так, сплошь. Сплошь усыпано. Выйти замуж. Так, не вижу ваших ответов. Нет, пишет. Уйти прочь. Уйти прочь. Так, да. Ударить на отмашь. Так, дальше. Упасть на взничь. Так, на отмашь. Так, хорошо. Проверяем. Так ли у вас? У кого неправильно получились ответы? Сколько неправильных ответов? Мчаться вскачь. Открывается. Все верно. Молодец. Мчаться вскачь. Открывается настиж. Сплошь усыпано. Выйти замуж. Уйти прочь. Ударить на отмашь. Упасть на взничь. Итак, ребята, еще раз напоминаю, запомните правило, что после шипящих на конце наречий мягкий знак пишется, кроме слов, исключений. Каких слов? Так, напомните, каких слов, кроме исключений, где не пишется мягкий знак. Замуж, правильно. Еще. Уш, правильно. И последнее слово. И последнее слово. Не втерпешь, да? Или какое было? Сплошь. Не втерпешь, ребята. Правильно, Нурсултан пишет. Вот, запомните, ребята. В остальных случаях пишется мягкий знак. Итак, ребята, мы с вами сегодня повторили два параграфа. Мягкий знак после шипящих. Так, на конце наречий. И тему. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. У нас, по-моему, уже время закончилось, ребята. До свидания. Желаю удачи. Я вам потом скину, во сколько я вам отправлю домашнюю задачу, вернее, контрольную работу. Я вам на WhatsApp напишу, по WhatsApp вышлю, в какое время вам нужно заходить. Спасибо за внимание. И желаю удачи. Еще раз повторите, пожалуйста, все темы. Спасибо. Продолжение следует...